Этому соответствует. Разве нужны условия? Нет. 21. Если ты хочешь быть другом человеку, так и быть человеком другом. Он дитя бога в любом случае, верующий он или неверующий. Вот и начинай дружить, начинай быть другом. Учись служить, учись помогать. 22. А если какая-нибудь другая получается ситуация, которая тебя смущает и как помешает тебе, может быть, постигать веру. То есть какие-то возникают условия, которые тебе вылуждают исполнять какую-то приходь, то это уже немножко другой подел, поскольку взгляда на вашу семейную жизнь. Где можно сказать, здесь уже слушаться тебе нельзя, вот здесь надо быть тверже. Уже, может быть, потребуются какие-то дополнительные мои подсказки. 23. Например, я в городе работаю, а он играет на компьютере, выходит и говорит. Приготовь мне лепешник, я говорю. Ты можешь приготовить себе сей часом, потому что я занятого городом. 24. Можно так сказать. 25. Получается, что я ему не служу в этом случае. 26. Подожди, служить. Это не значит делать все, что тебя попросят. Разве я это сказал? Служить друг другу. Значит, как только он открывает рот, ты уже догадываешься, что он хочет, ты бросаешься им вновь, но бежишь исполнять эту действие. Разве я так сказал? И ты действительно подразумеваешь, что я это выразил? 27. Почему же это примерно с этой позиции меня сейчас продолжаешь спрашивать? Я тебе говорю. Это в калочках. Вот так можно сделать. А ты говоришь. Это в калочках. Но я же ведь так не служу. 28. В калочках. Но друг попросил. 29. В калочках. Если друг попросил, это не значит исполнить все, что угодно. Это значит, что что-то в куле ты должна как друг сделать и что-то ни в коем случае. Опять же, как друг не должна сделать. 30. А если родитель наказывает ребенка каким-то образом, это обязательного означает, что он ребенка не любит, и в данном случае родителями не является? Нет, он является родителем и делает это только потому, что очень любит ребенка, очень переживает за него, хочет ему помочь. Если будет грозить опасность ребенку, этот родитель тут же за него жизнь отдаст. 31. Он сохраняет в особое качество быть родителем. Даже если он где-то строго пробует наказать ребенка, ограничить какие-то его действия, будет ли справедливым сказать, что он в этом случае не друг? 32. Значит, другу, это не только тот, кто делает только положительное навык для того, кто просит у него что-то, то есть с тобой рядом находящаяся мощь, а в этом случае увидит друга в тебе, только когда ты исполнишь все его пожелания. Нет, это не так. 33. Ты другому станешься, если ты порою в каких-то случаях, оценив, что что-то для него будет вредно, вопреки его просьбам и не сделаешь этого. 34. Ты видишь, что это ему повредит, и ты это не сделаешь. Он в этот момент тебя будет ругать, он скажет, что ты не друг, но это не означает, что ты не друг. Ты устаешься другом. 35. Другу, это категория, подразумевающая какой-то комплекс грамотных усилий и шо стороны того, кто хочет учиться быть другом. Это грамотные усилия, правильные усилия. 36. Дальше давай смотреть, возможно ли как другу в том-то и том-то случае сделать так то или как-то или как в общем-то в этом случае можно сделать. 37. И вот теперь, переводя в эту твой скорость практическую, ты спрашиваешь. Это в каучке. И работаю на оборуде, вижу, что нужно сейчас сделать что-то именно для оборудоважное, иначе оборот начинает терпеть по тебе. И в этот момент не можешь просить меня приготовить лепешки, хотя он свободен, и я вижу, что он в полу не может это сделать. Можно ли в этот момент сказать ему «Сделай сам и не уставлять оборот?» Можно. Нормально. 38. И ты как другу ему ответишь. И не смущайся, если после этого он начнет много разговаривать себе что-то не друг. Ты поступишь как другу. 39. Вам всем нужно научиться делать грамотно свои усилия, чтобы сделать доброе действие. Это грамотное и склоненое действие по закону Бога. Это действие никак не может противоречить особенным вовтям законов Бога. Проявленное действие всегда способствует развитию человека. Такое грамотное ваше усилие всегда помогает развиваться человеку, но это надо грамотно сделать правильно. 40. И вот этого мы и касаемся, когда я прошу вас задать многие конкретные вопросы, чтобы вы каждый свой шаг научились делать правильно, чтобы это действительно было благом вам всем, помогало вашему развитию. 41. Если вас кто-то спросит, что такое истина в вашей жизни? Истина. Это то, что помогает вам сделать наиболее благоприятное действие для вашего развития. Это есть наиболее благоприятное разрешение той или иной жизненной ситуации. Это есть истина. Все остальные части истины. 42. Чем более оно будет соответствовать истине, тем больше будет истины. Чем менее и соответствует, тем меньше истины там будет. 43. Но истина. Это наиболее благоприятное ваше усилие в том или ином случае, в той или иной жизненной ситуации. 44. Вот к этому вы и учитесь прежде. Это самое главное. Вот к этому вы и должны будете спрашивать, преломляя все в разных плоскостях. 45. Я делаю изделия на заказ. Брат, заказал изделия, долучаясь денег, я стал делать и почти закончил это изделие. Но тут пришел другой человек, и я увидел, что надо это изделие отдать ему. Как мне поступить? 46. Но ты же взял деньги, ты убезал себя. Если б ты не убезал себя, тогда это возможно. 47. Ты делаешь кому-то, но в процессе делания ты увидел, что это еще кому-то нужно, тогда возможно мастер самостоятельно предпринимает решение и изделие отдаёт новому появившемуся нуждающемуся. 48. Если бы ты себя не убезал, у тебя бы была возможность более свободно делать такой выбор, но ты в день как бы уже поручился за то, что ты именно этому человеку отдаешь, тогда нельзя уже менять решение. 49. Поэтому не торопитесь никогда в бродилу. Вы сами себе ставите неудобное положение. Вы сами себе создаёте соблазн нарушить волю Бога в последствии. 50. Ведь ты же начнешь чувствовать то, что раньше мог не почувствовать. 50. Но так как ты учишься чувствовать Божье внутри себя, значит, в любой следующий день у тебя может возникнуть что-то очень важное, и ты должен согласно этому ощущению, чувствованию, пониманию внутреннему, которое у тебя впоследствии возникло, последоваться этому решению. 51. И ты должен быть свободен в этом случае. Имение окружающих не должно на тебя воздействовать в этом случае, не должно тебе помешать это сделать. 52. А если ты берёшь зло, ты начинаешь создавать дополнительные психологические установки в себе, которые начинают тебя держать как на верёвочке, и ты где-то и склонен сделать по Божьему, но уже зимое человеческое начинает тебя тормозить. 53. И тут уже все зависит от того, Божье в тебе сильнее или зимое. Зимое. Будешь действовать согласно мнению окружающих, чтобы у тебя не подумали плохо, но тогда слава человеческая тобой управляет. 54. Но если больше любишь славу человеческую, не надо тогда лицемерно говорить о любви к слове Божьей. Так вы бери что-то одно. 55. Поэтому никогда не берите залоги. Зачем ты берёшь деньги? А может быть, что-то случится, и ты не сможешь доделать все то изделье, и что дальше будешь делать? 56. Он дал деньги, чтобы я закупил материалы, без которого я не могу сделать депутат. 57. Да, в этом случае может быть некоторая неизбежность. Прежде, конечно, надо попробовать дать все то изделие, тому, для кого ты начал делать изначально, с кем договорился. 58. Но в зависимости от того, что это за изделие, нужно посмотреть еще и степенью значимости его в жизни того или иного человека. 59. Если тебе заказали вырезать ложку, то это несколь будет важно, что надо изменить немедленно свое решение и отдать ложку другому. Наличие ложки в руке человека не решает его жизни, в какой бы ситуации он ни находился. Любое блюдо можно скушать без ложки. 60. Все зависит от того, что ты творишь. Допустим, ты творишь какое-то снадобие лекарствное хорошее. Тебе помогли приобрести какие-то травы, которые у тебя рядом не растут, но их откуда-то привезли, и они очень важны для здоровья человека. Ты хочешь помочь вести людей. Если появился человек более больной, которому надо немедленно дать эту лекарство, иначе у него будет трагедия, то конечно будет хорошо, если ты эту лекарство дашь ему сейчас. 61. Здесь все зависит от изначимости того, что ты делаешь своими руками. Но, как правило, в ремесле малом можно найти таких изделий, которые как разыграют такую большую жизненно важную роль, они играют вспомогательную роль. 62. Учитель, есть возможность формировать филемы в миру, которые потом можно соединить в целую. Что на этом этапе больше? Формировать такие филемы или здесь непосредственно делать свое дело? 63. Что такое филемы? 64. Это непосредственно через регионы взаимодействовать друг с другом и подтягивать мастеров. 65. Точнее. 66. Центр, который бы взаимодействовал здесь. 67. Это не точнее. Ты пробуешь говорить все то же самое. Точнее. Это значит более конкретно. Это не попытка общей тяноско с другими словами. Опять же, в общих чертах. Пока вопроса не вижу. 68. Надо еще глубже, еще точнее спрашивать, чтобы за твоими выражениями делать что-то, то чего ей нельзя было подразумевать несколько разных вариантов. 69. Если ты называл такое то явление каким-то именем, то мы точно подразумеваем за этим явлением именно то, что ты называешь, и другое не подразумевается. Вот это и есть способность говорить точно и конкретно. 70. Пока вы употребляете термин, за которым не можно подразумевать все что угодно, это не точный разговор. Учитесь еще глубже, еще конкретней выражать усилию. 71. Вы не темы пробуете в вопросах своих, а пробуйте погрузиться во что-то конкретное. Посмотрите отдельные обстоятельства, которые вас интересуют. Погрузитесь в эти обстоятельства. Посмотрите конкретные действия, которые заключены в этих обстоятельствах. П mistress philosophy – и уже более точно называйте. Действительно или важно вообще сделать вот это конкретное действие или всё-таки нужно переместиться в другое место и сделать другое? Опять же называйте «конкретное действие», чтобы мы сразу посмотрели на двух чашах весов что-то конкретное, а не тему. 73. Вы много говорите о хороших тем, выражаете их какими-то общими понятиями и во всех этих понятиях можно увидеть замечательные узы наки. Вы добрые люди, вы очень много хорошего хотите. 74. Сделать не получается, потому что вы не рассуждаете конкретными деталями. Вы говорите о многом хорошем, но в тактику перевести это не можете, потому что детали конкретные вы не видите, Вы их не осмысливаете. 75. Чтобы осмыслить конкретность, нужно ее вычленить, увидеть. Тогда вы уже не будете рассуждать общими темами. Вы сразу будете быстро называть конкретные. Учитесь глубже смотреть суть вещей. Это очень важно. 76. Поэтому вы сейчас должны обязательно научиться. Иначе единое целое здесь. То, что должно дать спасение всем, вы не построите. У вас другой уровень мышления должен быть качественного другой. Вы должны рассуждать на тему, о которой никогда все из них не рассуждали. 77. Люди научились конкретно говорить в какой-то области профессиональной, которая касается ушкового круга действий. Там можно перелить его что-то конкретное. 78. Если это говорит любитель автомобилей, он уже не будет говорить в общем о двигателе. Если говорить о двигателе, о его механизмах внутри, он начнет то, чего называют детали этого механизма, а не говорит. Вот здесь не крутится вот такие детали. Он будет точно все называть. 79. Ему не потребуется говорить. Вон там у меня огромная масса чего-то, где с чего, и мне надо что-то изменить с крепящей. Он вроде бы ее мотаре говорит, но он ничего не сказал. Он скажет точнее, потому что он разбирал его, он смотрел детали и он знает, где что лежит, но что-то никак не крутится. Он начинает это точно обозначить. 80. В профессиональных областях люди более-менее научились говорить конкретно, а вы начинаете строить мир новый, который сотком из многих профессиональных особенностей. И вот об этом большом мире, включающем в себя многое, нужно научиться говорить конкретно. 81. И это так разочень несложно. Этого мышления у вас так провело? Нет. В какой-то мере этому мышлению учатся те, кто пытается занять руководящие посты в государстве. 82. Вся остальная огромная масса людей не умеет рассуждать в этой области. Это и хорошо, и наплодится другая роль. Просто шуметь, болотать, создавать такое-то едимое счастье. 83. Но им не дается такое мышление, потому что еще больше путаницы будет, если все начнете в это входить. А система, которая строится, специфические. И чем больше там ходит размышляющих, тем больше будет путаницы и неприятностей. 84. Но вы должны построить мир, где вы все должны будете правильно рассуждать, правильно сопоставлять какие-то очень важные элементы вашей жизни. Строить мир надо уже другой по другой системе, где очень важно правильное мышление каждого человека, составляющего это общество. 85. Вам надо будет учиться сей частому, чему вы, можно сказать, никогда не учились ли к чему предрасположенности у вас так провело? Нет. 86. И поэтому, независимо от возраста, независимо от образования, независимо от блестящих предметов на груди, рассуждаете все одинаково, наимые, примитивно, общими черками и неудимы. 87. Говорите вроде бы что-то неплохое, но если послушать и попробовать перевести это в область практики, ничего не понятно, что собирается человек сделать, ничего не видно. Есть хорошее устремление, и у него начинает интересно митье в отобу строить на уровне речи, но в практику это нельзя перевести. 88. Этим в основном все поищаются, то есть создается нет ее видимость, что человек очень умно, как будто бы умно, говорит о чем-то важном. И все успокоенные, но надо же, так красиво сказал, значит, знает, что делать. 89. А он совсем не знает, что делать, он просто знает такому этому красиво сказать. И все спокойно ушли, услышали его уступление, пошли, где не будет никаких сделанных. 90. Так только недовольные опять соберутся, опять будет сказана красивая речь, которая очень убедительно успокоивает, все опять расходятся. И так идут века, а возглядывал по месту нет. 91. Поэтому сейчас очень многое вам надо поменять в себе. Вы качественно по-другому должны научиться мыслить, видеть окружающую реальность, по-другому осмысливать ее. 92. И уже научившись правильно осмысливать, соединять усилия вместе и направлять их в каком-то в одном направлении, чтобы вы не дергали своими заметительными мыслями, лузунгами, песнями, но все в разные стороны. Нет, в одном направлении. 93. Вот это уже предполагает настолько хорошее ваше усмысленение реальности, когда вы сопоставляя факты находите наилучшее решение. Наилучшее решение оно всегда. И легко соединяя усилия, движетесь в одну сторону. Вот тогда вы сдвинете все, что угодно. Вы бы начнете перемещать. 94. Но пока просто ее телегу сдвинуть не можете. И тут независимо, сколько у вас уберется? Если вы все в разные стороны тянете, такая бы легкая от телега не была, она будет стоять на месте. Зацепите вы туда какие угодно трусы, канаты, потянете в разные стороны, она никуда не двинется. 95. У вас огромная мощь, а она как стояла, так и стоит. Немножко так покачивается, пошкрипывается. То туда сместится, то обратно сместится, чуть в сторону задвигается, но в пределах какого-то небольшого пространства. 96. Вот это революция происходит. Давайте туда потянем, туда. Все кричат. Нет, в другую сторону. И все замечательные люди не дали друг другу раздают, так он незамечательно тянут в разные стороны, грамоты присуждают, премии выписывают. 97. Ну и что? Что он не тешит? Свое самолюбие, а договориться вместе? Никак у меня нет. 98. Поэтому надо учиться. Очень важно учиться. Я подчеркивал эту тему и буду подчеркивать. Обращайте на это очень большое внимание. 99. Это серьезная школа. Научиться рассуждать грамотно, просто, конкретно. Старайтесь исключать образность. Образность хорошо выражать в поазии, в искусстве. Но если вы хотите найти наилучшее решение и ввести в одну сторону, запретите себе образно рассуждать. Образ включает слишком много всего, вы не найдете единого понимания. Говорите очень человеку ясно, конкретно. 100. Учитесь. Переспрашивайте друг друга. Не бойтесь выглядеть глупыми, не способными конкретно говорить. 101. Вы часто, бывает, пугаетесь. Попробуете делать шаги. Не получается. Все показывают вам, что ничего у вас не вышло. В раз, два, ревернулись и испугались. И не хочется дальше выглядеть глупым. Замолчали. 102. Молчать нельзя. Надо постоянно пробовать и постоянно учиться. Эта задача очень большая и очень серьезная. 103. Я уверяю вас, вы не единственны не будете, кто почувствует себя никчемным в этом смысле. Неумелый в этом смысле огромное множество. Почти все вокруг живущие среди вас и вокруг вас и в общей на земле. Не только в России, в общей на земле. 104. Способность мышления у всех приблизительно одинаковая. Очень примитивная и обраничивая. Поэтому надо посмотреть на хорошо известные вещи, грамотно, правильно и глубоко. Суть вещей. 105. Учитель, я сейчас чувствую желание съездить в мир, заработать из средств на строительство дома. Я хочу спросить, не проявляется ли у меня недостаток доверия Бога? 106. А почему ты решил, что недоверия Бога может быть, если у тебя возникло ощущение, что нужно подзаработать недостающие средства для строительства дома? Почему ты решил, что именно так это может быть? Ты же что-то сопоставил? 107. Может, соблазн какой-то? Я еще не могу пока забраться. 108. То есть ты пока не видишь, что тебя конкретно смущает и просто спрашиваешь на всякий случай? 109. Если мы говорим, будет ли нарушением законов Бога это действие, то нарушением это сейчас не будет. Вы сейчас в уможестве зависите от этих условий, и я не могу это поставить как нарушение законов Бога. Значит, если это в принципе не является нарушением законов Бога, то что еще смущает? 110. Может, я не представляю, что что-то большее передумает. 111. Тогда это переходит в русло, о котором я сейчас говорю. Ты должен в размышлениях увидеть, что же ты уставляешь. Либо тебе хочется сделать здесь храм. Ты видишь, строится храм и чувствуешь потребность принять в этом участие, к примеру. 112. Но с другой стороны, есть желание изработать на свой дом, и ты не знаешь, что больше храм строить или свой дом. Вот тогда уже более конкретный ты вопрос забыешь. Но на такой вопрос ты сам знаешь ответ. 113. Тогда что еще ты хочешь соединить и не знаешь, где же будет больше? Очень важно вот эту деталь вычленить. 114. Самый чаши бесов уже понятно. Ты уже знаешь, чувствуешь потребность подзработать по тому, что дом можно построить хорошо голубой, как мощь и не который нуждается в построении семьи и должен худоко привести женщину. Это хорошо, заметительное пожелание. Но, конечно, надо уехать. Здесь не так просто заработать. 115. И вот тут уже действительно встает выбор поехать подзаработателей. Вторую чашу бесов сейчас ты должен осмыслить, с чем связаны твои взгляды, понимания, пожелания. Итог, да уже вопрос ты можешь задать. 116. Но если ты так осмыслишь, на самом деле ты легко найдешь ответ сам, попробуй. 117. У меня есть выбор. Без средств костоянно быть. 118. Видишь, хитрость здесь. Я не могу сказать, что это против законов Бога. Было бы проще, если бы я сказал. Нет, это не по закону. Так же ты дошел до того, чтобы так подумать. У тебя и вопроса сразу нет. 119. А видишь, хитрость здесь. Я уже дальше не могу тебе дать под тоску, потому что она переезжает в другое русло, куда уже ты не усмысливаешь, что с тобой происходит. А я вместо тебя быстро даю ответы. 120. Но без твоего размышления на эту тему здесь нельзя давать ответ. Иначе человек не учится, тот решит. Он не учится мыслить. 121. Поэтому учитель на многие вопросы не дает ответы. Он ждет ваши рассуждения. Он смотрит, как вы рассуждаете. 122. Если уж вы докопались до каких-то деталей, но не знаете, какие из них большие и какие меньшие, здесь я готов подсказать. Но мне нужен процесс вашего мышления, чтобы вы учились сейчас эти вещи находить. 123. Поэтому надо подумать. Есть, что подумать, попробовать. Но не пугайся, не смущайся, потому что это хорошо. Поехали работать на дом. Но если ты действительно увидишь что-то очень важное, куда более значимое, чем строительство собственного дома, и долгое время не сможешь его построить. Да не страшно, это. Не тревушу. 124. Ну что ж, пока действительно, тут много таких ситуаций, куда приходится сказать. Ну ладно, нет, так нет. Хорошо, было бы, чтобы это было, но не получается, потому что действительно есть вещи очень значительные вашим строительстве здесь. 125. Очень много надо поставить с того, что является лицом этого священного места, это взяли обе того, но и новую. 126. Многие приезжают сюда просто посмотреть, просто соприкоснуться из любопытства. И как бы они соприкасаются с делами ваших рук, в их жизни очень многое меняется. Они чувствуют уже очень многое в этом случае. Это играет большую роль в их жизни, в их выборе. 127. И тем, что вы здесь делаете, вы решаете судьбу многих людей. А значит, чтобы отъехать куда-то на какое-то время, здесь должна быть какая-то значительная причина. Ее надо почувствовать. 128. И не бойся в этом случае сделать ошибку. Если ты все-таки другую чашу никак не смогу предъявить. Попробуй сделать этот первый шаг туда, куда ты хочешь съездить. 129. И делая его, всегда будь внимателем к своему ощущению. Ты очень скоро увидишься, правильно ты начал делать или нет. Но ты быстро можешь изменить решение, если сразу почувствуешь, что неправильно. 130. Уже дальше сделаешь шаг поехать куда-то. Не преследуй цели свою вложь, чтобы-то не стало. Ты решился поехать, тебе надо заработать, поехал. И тут ты вне закона начинаешь чувствовать. Нет, нельзя хорошо долго устараться. Или начали появляться еще какие-то подсказки, запрыгивающие твое сердце, которые меняют твое решение. 131. И вот здесь будь внимателем, бдителем, не доказывай себе. Нет, я решил на жена дом и уже гнешь свою линию насильно. Вот это делать нельзя. Тут ты наделаешь ошибок. Это может даже трагически закончиться. Поэтому делай шаг. Ты почувствуешь. 132. Бывает очень необходима ошибка, чтобы лучше почувствовать значение чего-то, от чего ты пробуешь отойти. Это лучше бывает видеться издалека. 133. Не бойтесь делать с этой шаги. Если они в принципе не нарушают законов Бога, значит он недопустим. Но пробуйте, смотрите, будьте внимательны. 134. Кому ей же не сложно принять какую-то ситуацию, и она находится в сложном эмоциональном состоянии, и я стараюсь подойти, обнять, вызвать на какое-то делу. 135. Если я не нахожу ответной реакции, подтверждающей благоприятность моих усилий, то сохраняя тепло в душе, начинаю переключиться. Я занимаюсь чем-то другим творчеством, я еще чем-то. Правильно ли я делаю? Или же мои действия связаны с тем, что я отворачиваюсь от человека в этот момент? 136. Или ты хочешь спросить, мне надо продолжать стоять и обнимать ее? Она молчит, а я продолжаю стоять. Уже стоим час два. 137. Твое участие, выражение и заботы, конечно, это хорошо, но дальше уже смотришь по или того, как развиваются события. Нужно ли продолжать, не нужно ли? 138. Если ты увидев, что сей частым же хорошим ощущением можно переключиться на какую-то другую деятельность, то это нормальное переключение. Ты можешь переключиться. Это не значит, что ты отворачиваешься. 139. Если ты это как-то начал по-другому оценивать, то эту оценку уже должен ты мне назвать. И анализируя эту оценку, уже нужно сказать «Ага, вот при такой оценке ты убедился и пробуешь отвернуться». 140. К примеру, у тебя сразу неудование внутреннее возникло, что она никак не проявляет себя ответ на твою заботу, она не благодарит тебя. Я ощущаю какую-то неудовлетворенностью того, что она не ответила мне, и то, да я увидела, нужно отвернуться, пойти в другое место. Да, вот тут уже может закраситься твоя обида. 141. Но если ты по-прежнему ощущаешь хорошее настояние, но просто видишь, нужно им сейчас оставить ее одну. Хорошо, нормально. 142. А если сократывается обида, каким образом я могу пойти на свое обрение в этом случае? Стоять рядом, обнимать, говорить что-то. 143. Попробовать продолжить выражать свою заботу в этом случае можно, но тебе важно менять свою мысль внутри. 144. То есть уже рассматривать с другой позиции эту ситуацию, не с той, с которой ты изначально рассматривал уже для чего-то ответного со стороны своей супруги, а когда ты уже рассматриваешь это с другой позиции. 145. Ты ведь на самом деле указываешь помощь не по тому, что ждешь ответной реакции, а по тому, что ты стремишься быть другом. 146. Значит, для тебя важно прежде самому выразить то хорошее, что ты стремишься учесть быть другом выражать ближнему. И ты это делаешь не за какое-то условие, не за какую-то оплату, а потому что это составляет свою суть. 147. Ты хочешь научиться быть другом. Если тебе и не мешает это выражать. Для тебя это уже замечательная возможность. И надо учиться это уважать и находить в этом то, что не будет обручать себя. 148. В этом случае не страшно, что усилия становятся угловатыми и как будто бы неестественными. 149. Ничего не страшно. Ведь мы говорим о многих усилиях, которые вы не в состоянии сделаете связи с тем, что чувственный мир не соответствует этим усилиям. Ведь мы говорим, вы должны научиться быть друзьями друг другу. 150. Что такое быть другом, можно сказать прям, никто из вас не знает. В какой-то нерепый опыт в жизни что-то могли отметить хорошее. И я могу сказать, да, не мало того, что вы отметили, действительно может относиться к качествам друг другу. Но этого будет недостаточно. Еще много-много-много всего надо доработать. 151. Значит, эти усилия на чувственном уровне вам незнакомы. И тогда как вы учитесь быть хорошими? Ведь вы учитесь не по тому, что я сказал. Друзья мои, любите друг друга, будьте добрыми. Вы услышали хорошо, пошли и стали добрыми. 152. Нет, мы переводим все это в плоскость практики, где на практике нет смысла говорить, как вырази любовь. Вы не знаете, что это такое. 153. И мы должны посмотреть, а вот в конкретном действии, которое в данном случае развивается, правильно ли будет сделать то-то или то-то, или это неправильно будет сделать, как человеку устроенному выразить свою любовь. То есть мы вводим какие-то условия, рассматривая конкретные усилия человека. 154. И эти усилия вы будете делать в такой плане лицемеру. Вы хотите сделать хорошее, но не умеете, и вы только учитесь делать грамотные усилия, но чувственно туда вжиться не можете. Эти усилия вам не соответствуют. 155. И получится, что они немножко угловатые будут. Вы не вжились еще в эти усилия. Они не откликаются на чувственном уровне у вас еще полноцен, но поэтому будут угловаты. И вот тут не пугайтесь, это нормальное условие. 156. Только стараясь каждый раз делать грамотно, правильно каждое усилие, которое делать должен верующий человек, устроенный любить, устроенный служить, устроенный быть смиренным, скромным. И много-много тут можно добавить еще замечательных качеств. Тут уже вы будете подтягивать чувственный мир к своим усилиям, и чувственный мир ваш все больше будет расстаться с вашими усилиями. 157. Мы задаем программу проявления усилий, которые начнут выравнивать ваш чувственный мир. Он будет подтягиваться неизбежно. 158. Если усилия делаются правильно, чувственный мир обязательно не начнет подтягиваться и формироваться по наиболее благоприятному пути. 159. Божий закон. Это прямый путь. И когда вы слышите прямую подстаску, он активизирует подтягивание чувственного мира каким-то условиям очень важным, наиболее благоприятным. Все остальное будет хуже. 160. Но это требует очень важных ваших усилий, которые вы уже должны сделать. И часто эти усилия будут делаться вами с помощью вашей силы были. 161. Ведь мы часто говорим о задачах возникающих, особенно успевею гурения. Когда вас что-то ущаляется, вам становится больно, вас захлёстывает опида, вас захлёстывает ревность или еще что-то. В этот момент забрается очень сильное пламя внутри, и вот тут конечном непросто вам будет сделать божьи усилия. 162. И когда вы услышите, а как правильно надо делать, вы увидите, что подсказка от учителя наименее желанно, вы находите гораздо более благоприятные для своего ощущения и решения. А подсказывает учителя, как вам кажется, самое неблагоприятное в этот момент. 163. И тут надо собраться и, прилагая силу воли, грамотно сделать это усилие. Так будет замечательно проходить изменение внутри вас, оно будет помогать как раз вырывать то, что лишнее, а вместо этого будет ишь в обождаце поле для хорошего возращивания ваших важных качеств. Но это будет болезненное усилие, и тут важно его делать грамотно. 164. Тут уже кому-то вздумается дёрнуть этот неправильный корень нельзя. Вы можете его раздёргать, но вместо него вырастут ещё больше корни. 165. Если уж дёргать, то только грамотно, чтобы на этом месте могло что-то вырасти, а не так. Надёргайте, там в общей расти ничего не будет. 166. Вот уточьтесь, это очень и очень важно. Научиться правильно делать усилие. 167. И не бойтесь, если кто-то вам скажет, что вы лицами видите. Ты делаешь, а сами не можешь в этом выразить своё сердце. Я чувствую, что там твоего сердца нет. Если так вам ближние говорят, не смущайтесь. Надо делать, надо стараться сделать как можно правильнее, и всё нормально будет. Чувственный мир будет подтягиваться. 168. Женщина заходит на гору, заносит продукты на неделю, а хочет остаться на месяц. Она говорит о том, что ей занесли продукты, и ей их кто-то передал. Проходит месяц, потом она выходит на неделю. 169. Через неделю она опять заходит на гору и живёт здесь месяц, и опять стажет картину. У меня начинает возникать сомнение. Могу ли я, так ответственно я за женский труд, задать ей вопрос, допустим, кто ей передаёт продукты? 170. Можно уточняющий вопрос задать. Если ты действительно засомневалась, проявить возможно. Здесь ты можешь либо правильно почувствовать, либо это, как я, то твоя слабость. 171. Но убедиться, что же на самом деле у тебя звучит, нередко возможно, только когда ты действительно сделаешь конкретный реальный шаг в этом направлении и посмотришь, связанную ли это с твоим предвзятым отношением к человеку, либо ты действительно чувствуешь, что что-то делается неправильно, не так, как уговоривается правило негруда. 172. Если эти правила уговориваются, то желательно им исследовать. Эти правила не взяты. 173. Если видится абсурдность какого-то правила, поднимайте вопрос, давайте посмотрим, уместное ли было вводить его или неуместно. Но это тоже ваше творческое усилие, которое должно правильно решаться. 174. Но если вы вводите правило, то ему важно довериться всем, кто с этим соприкасается. Это уже уважение к тем, кто забьёт это правило. И тут надо учиться видеть за всем этим учителя. 175. Если возникает вероятность, что нарушается правило, это уже сигнал к какому-то нехорошему проявлению среди верующих. И было бы неплохо посмотреть, что там за действие произошло, где искажение прокрылось, и это поправить. 176. Может быть, человек недопонимает каких-то обстоятельств, и очень важно поднять его уровень понимания этого явления. Поэтому какая-то возможная проверка в этом случае вполне уместна. 177. Посмотрите, обсудите. Если уж вы правило вводите, то он рационально и должно быть благоприятный. 178. Если видите, что возникают ситуации, которые вам трудно контролировать, поменяйте правило, сделайте его более контролируемым. 179. Не вводите то, что трудно контролировать. Тогда возникает расплыв в чатурство о многих обстоятельствах, и вы ничего у меня тогда не спросите. Это уже говорит о том, что вы неправильно ввели какое-то условие. 180. Смотрите, видите, что-то плохо контролируется. Посмотрите, в чем оно плохо контролируется, видоизмените условия, сделайте его более доступным, простым, легко контролируемым. 181. Учитель, как мне поступить более правильно, как первое, с чем о мощнее? Я четыре года живу в журавлёвом, но найти себя как мастер, как путь, как дух, не могу и ощущаю костоянную неудовлетворенность. Сейчас ответственны из развития производства. Предложил мне переехать в черемашинку и работать на промзвоне и начинать конкретно что-то делать. 182. Проблема в том, что я женат, но уже на ком не чувствую. Она испытывает чувства к другому человеку, живущему на горе. У него так же от меня есть чувства. Я понял из их пояснения, что ты им дал возможность год именно дружить. 183. Найти общий контакт с ней, мне мужен постоянно идут с рыб, скандалы, непонимания и друзьями стать не получается. Но вот у меня есть дочка, которой 10 лет. Я внутренне за жену не цепляюсь. У меня вся проблема в том, что будет сейчас дочкой. Устаться мне в журавлёв, в той природной семье, где уже практически семьи нет, но есть дочь, которая у меня нуждается, или заняться ремешевом в другой деревне? 184. Повернули, будь и прививающему человеку, оставить дочь, которая нуждается в мощнее, в присутствии, как и заняться ремешевом в другой деревне? Ответил вопросом, учитель. 185. Я понимаю, что там в другой деревне я смогу сделать большее для людей, большее для этих. 186. Но перешибнув через дочь, через ребёнка? Разве может учитель сказать «перешибнуть через ребёнка?» Это то, за что вы отвечаете прежде всего. 187. Если приходится где-то оставить свою семью. Но это даже не семья уже. Семья в этом случае разделяется, её уже не существует. Если кого-то приходится оставить чистых, кто был семьёй, то это должно быть какое-то исключительное условие. 188. Если помните встречи предыдущие, неоднократно я приводил только одно исключение. Оно может быть связано с ощущением человека, что если он не изменяет своё место жительства, а у него большая потребность быть в другом месте, то идёт ощущение утраты жизни. 189. Есть что-то, что сигнализирует ему, даже можно сказать, опасность. Ему нужно менять свою жизнь, иначе он её утратит. 191. Вот тогда, конечно же, если ближние не хотят с ним куда-то поехать, это уже их задача. Он их живёт. Если они не едут, он любит. Он решает свою жизнь, и она должна у него продолжиться. Иначе, подчаяв её, он не помогает ближним, он уже не может им помочь. 191. Поэтому, конечно, важно суметь сохранить жизнь свою, меняя её в корне, если это неправильно делалось до сих пор и начинаю уже расцветать дальше полноценно, жить помогая ближним. 192. Тем более, что ближний предлагается это сделать вместе, отказываются. Это уже он не решает. Значит, они уже должны понять на самом деле, что он не любит. 193. Если отказывается женщина поехать за мощиной, где он говорит. 193. Поехали со мной, и я вижу, что для меня это важно, чтобы расцветать дальше, как мощь и нет. 193. Только она тем самым показывает, что не мощь, но она любила, а использовала его как инструмент удобный, с помощью которого делались какие-то облака. 194. Но она не его любила, хотя говорит. 194. Люблю его. Нет, это к любви не относится. Это ложь, это как разлицемерная ложь. Она использует мощь и не так инструмент. Если она любит его, она поедет куда угодно. 195. А если он оговорит, что не любит? 196. Пока еще вопрос с новым чувством нерешенный, я бы советовал бы и не торопиться пробовать, чтобы просто дружить дальше, как дружили до сих пор. Если где-то удается пообщиться, они общаются, как друзья, не больше, а дальше-то смотрим, действительно ли это чувство настоящее. 197. Но это не значит, что вы уже совсем разошлись. Если ты отпустил женщину внутренне, это хорошо, но пока она не является женой другого человека, и ты продолжаешь за нее отвечать, так мощно. Пусть она, может быть, не считает себя мужем, но ты же стремишься быть другом. 198. А быть другом? Это не значит быть другом только тогда, как бы признали в тебе друга. Быть другом. Это есть и мое собственное качество у человека, у пределя мое характерное качество, и оно не зависит от того, видят это другие или не видят, признают или не признают. Если ты стремишься быть другом, ты не торопишься дистанцироваться от человека. 199. Тем более, что там есть ребенок, который нуждается в копе. Значит, ты должен посмотреть варианты, так есть чего помочь. 200. Учитель, но как-то быть внутренним неудовлетворением своего мужского начала, чтобы я что-то умел делать руками для меня? Если я имею собственную лошадь и все необходимые от ней, тем более навыки есть тяжелые работать к унюху, это можно считать по какой-то швое ремешло направлении. 201. Нормально. 202. То есть на этом можно и удовлетвориться? 203. Нужно. Можно быть хорошим специалистом в этом отношении, это неплохо, потому что этим вы будете пользоваться. 204. Если что-то случится с экономикой страны, вы все сразу обратите большее внимание на эту область. Вы сразу почувствуете, как вам этого не хватает. Вы сейчас пока зависите от того, что имеет свою уже слабую сторону. 205. Наконеводство. Эта область на самом деле очень перспективная, и этому кому-то обязательно предстоит уделять много внимания, времени, а значит это гармонично, это допустим. 206. Ну, если есть возможность, ты будешь еще учиться. Всегда будет какое-то же волбольное время, где ты будешь учиться строгать или учиться вырезать что-то плести, и эту возможность можете находит искать. 207. Ну, конечно, это неплохо. Заниматься с лошадьми, тем более, при том, что технику, пока многие из вас пользуются, все-таки вы лошадок используете и не мало пробуете, но это обращает внимание. 208. Это уже нужно. 208. Это уже нужно. 218. Это уже нужно.